Здравствуйте! В эфире программа «Город 112». О том, что случилось в Краснодаре и районах края за последние сутки, расскажу я, Игорь Зайцев. И сейчас факты, комментарии, расследования и наиболее резонансные происшествия. Коротко о главном сегодня. Прокатились с ветерком и угодили на больничную койку. В Кущевском районе подростки попали в ДТП на чужом автомобиле. За агрессию собаки, ответит ее хозяйка пожилой Сочинке, грозит реальный срок до трех лет лишения свободы. В аэропорту Краснодару одной из пассажирок изъяли 15 тысяч долларов США. Почему иностранная валюта оказалась вне закона? В Туапсе под колесами поезда погиб мужчина. Случилось это накануне у торгового морского порта. Примерно в 14.30 на глазах очевидцев. В социальных сетях пишут, что видели, как человек средних лет ехал на грузовом составе между вагонами. В какой-то момент мужчина сорвался и попал под поезд. Возможно, был нетрезв. Несколькими часами ранее ему вызывали скорую. Тогда он находился в центре города, упал прямо на асфальт. Эта версия не совсем совпадает с официальной. По предварительным данным транспортной полиции, мужчина переходил пути в неположенном месте и не заметил приближающийся состав. Проводится проверка, выясняется личность погибшего. Родился в рубашке. Пожалуй, именно так можно сказать о водителе Пежо, который на большой скорости врезался в фуру. Его автомобиль основательно помят. Сам мужчина жив и без единой царапины. Об этом в социальных сетях пишет очевидец аварии, который разместил в интернете фото последствий случившегося. По его словам, место ДТП – трасса М4 Дон. Легковая иномарка двигалась по направлению Геленджика. На въезде в Кабардинку ее водитель не заметил припаркованный на обочине большегруз. Кстати, от верной гибели на дороге автомобилиста спас ремень безопасности. Поэтому не забывайте пристегиваться. Прокатились с ветерком и угодили на больничную койку. В Кущевском районе отличились два подростка. На угнанной Тойоте они устроили ДТП. Предварительно за рулем был 17-летний парень. Водительских прав у несовершеннолетнего нет. Он ехал слишком быстро и не справился с управлением. Иномарка слетела с дороги, врезалась в дерево и загорелась. Вместе с юношей в салоне находились еще двое. 19-летний молодой человек и 16-летний подросток. Все успели выскочить из машины с травмами героя этого. Далеко не без обидного дорожного приключения госпитализированы в больницу. Полицейские выяснили, что горе-водитель угнал машину у своего родственника. В Армавире в ДТП пострадал мотоциклист. По предварительной версии на повороте ему не уступила дорогу 24-летняя автоледи. В результате столкновения мужчина получил травмы и доставлен в больницу. За рулем двухколесного транспортного средства он ездил без прав. В Ейском районе пьяное ДТП. Его предполагаемый виновник 31-летний мужчина. На автоинспекторы выяснили, что он не получал водительских прав. К тому же настолько самоуверен, что сел за руль, изрядно приняв на грудь. Итог безрассудства. На этом фото. ВАЗ, которым управлял мужчина, съехал с проезжей части и врезался в стойку дорожного знака. Пострадал пассажир «Жигулей». 63-летний мужчина не был пристегнут и выпал из машины. Сейчас он находится в больнице. За прошедшие сутки в сводку дорожных происшествий в крае попали 22 аварии, в которых 2 человека погибли и 26 были травмированы. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вряд ли Антуан де Сент-Экзюпери предполагал, что спустя годы эта ответственность станет юридической. 69-летняя жительница Сочи предстанет перед судом из-за собаки, за которой не доглядела. По версии следствия, овчарка женщины без поводка и намордника вырвалась на свободу и натворила немало бед. Она напала на 8-летнюю девочку и как минимум дважды укусила ребенка, повредив артерию. Маленькая жертва 3 дня провела в реанимации, а пожилая дама стала фигурантом уголовного дела по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Свою вину Соченко признала полностью. Наказание может обернуться и реальным сроком – до трех лет лишения свободы. Воровские гастроли закончились. Полицейские Краснодара задержали подозреваемую в серии «Краш» даму. По версии следствия, женщина обворовывала арендуемые в столице края квартиры. Получая ключи от жилплощади, она продавала хозяйское добро и исчезала. Первым забил тревогу владелец квартиры Нациалковского. Придя за оплатой, мужчина понял, что вместе с квартиранткой пропала бытовая техника, телевизор и холодильник. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за кражи 27-летняя жительница Каневского района. Она призналась, что успела поработать еще по трем адресам – на улицах Кирпильской, генерала Петрова и 2-я Тверская. Подозреваемой светит до пяти лет заключения. В Краснодарском аэропорту выявили новый случай попытки вывести незадекларированные деньги. В зеленом коридоре таможенники остановили россиянку, которая собиралась вылететь в Стамбул. В дамской сумочке женщины мирно лежали 25 200 долларов США. Тогда как без таможенного контроля можно провозить только 10. Эту сумму пассажирки вернули, остальное изъяли и возбудили административное дело. Так что придется платить штраф. А это от половины до двукратной незадекларированной суммы. Либо конфискация предмета нарушения. Всех, кто путешествует воздушным транспортом, таможенники призывают соблюдать правила. Тогда деньги и хорошее настроение во время путешествия останутся с вами. Штраф за самоуправство. Такое наказание определил суд главам Новосельского и Чипигинского сельских поселений Брюховецкого района за использование служебного транспорта в личных целях. В выходные дни их автомобили попали в поле зрения камер с фотофиксацией. Разъезжали машины чиновников и по родному району, и за его пределами. Прокуратура возбудила сразу три дела об административных правонарушениях. Суд доказательства вины глав посчитал очевидным и полностью поддержал сторону обвинения. Внимательно присматривать за служебным транспортом контролирующие органы намерены и в дальнейшем. Жителю Новороссийска вручили денежную премию за бдительность. Владимир Немчинов возвращался домой со службы и по дороге обратил внимание на двух мужчин. Они показались ему подозрительными, так как пытались вскрыть металлический ящик. Казак мог пройти мимо и не рисковать, но решил вмешаться. Одного задержал, второй успел скрыться. Сейф оказался ворованным и с наличностью. Внутри находились 460 тысяч рублей. Один из злоумышленников украл его на предприятии, где раньше работал. Как подвинуть минивэн и освободить дорогу? Непростые задачи иногда ставят перед водителями краснодарских трамваев жизнь. В кадре улица Горького и ситуация, которую можно было бы отнести к разряду комичных, если бы не застывшие на рельсах трамваи и нерасстроенные пассажиры, которые вынуждены были пересесть на другой вид транспорта. Как автомобиль оказался на рельсах, загадка. Такой оригинальный подход к парковке вряд ли возможен. Остается позабытый ручник, либо происки коварных врагов хозяина авто, которые так хотели ему насолить, что вытолкали машину на дорогу. Настало время нашего традиционного видеообзора дорожных ситуаций на перекрестках Краснодара, которые запечатлели камеры единой дежурной диспетчерской службы. Северная и школьная водитель автобуса высаживает пассажиров на остановке и решает перестроиться, чтобы опередить коллегу. В рядах автомобилистов от этого неожиданного маневра начинается заметная сумятица. В итоге крайняя правая свободна, а вот в центре проезжей части – ДТП. Разогнавшийся грузовик таранит сзади легковушку, которая притормаживает перед пешеходным переходом. Это уже на перекрестке улиц Кожевенной и Струнной. Водителю-нарушителю везет, на зебре нет пешеходов. В ином случае быть беде гораздо хуже подбитых автомобилей. На улице Академика Лукьяненко битва богатырей. Газель беспардонно толкает сзади микроавтобус. Торопятся и не соблюдают дистанцию участники еще девяти подобных аварий на перекрестках Краснодара за минувшие сутки. Учитесь на чужих ошибках и не допускайте оплошностей за рулем сами. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут в нашем эфире. Смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова